У меня утро, и я еще толком не проснулся. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Мои молодритные операторы очень часто на завтрак готовят себе горячие бутерброды. Кусок хлеба, кусок сыра и на несколько минут в духовку. Мне кажется, такое сочетание скучноватым. Поэтому я предлагаю вам потратить на 2 минуты времени больше и добавить, так сказать, красок в свой утренний завтрак. Кроме хлеба мне понадобится немного сыра. Я взял рассольную моцареллу, оливки, свежий базилик, оливковое масло, немного чеснока. Да, и несколько помидорок черри тоже. Нерефинированное масло. Экстра-верджин. Насыщенное. Такое с горчинкой, чтобы вкус был. Сначала быстренько ароматизирую его. Чеснок нарезаю просто, чтобы он быстрее в хлам разбился в блендере. Кстати, блендер по большому счету и не обязательно. Можно все и в ступке растереть, если у вас ступка есть, а блендера нет. Базилик в дело пойдет. Много не надо. Впрочем, это дело вкуса, конечно. Блендер – это ароматное чудо. Замечательно. Ну, и маленькую щепотку соли. А теперь один вжух. Ладно, не один, два вжуха. Вот такая красота. Мне очень нравится такое масло. Я готов его вообще пихать во все салаты подряд, да и не только в салаты. Теперь надо нарезать тонкими ломтиками. Чтобы ломтики были тонкие, заранее подточите ножи. Сами знаете, какие. И моцареллу тоже надо нарезать вот как-то так. Все, хватит чирикаться, надо быстро собирать бутерброды. В Испании едят очень много хлеба. И для каждого варианта бутеров свои названия. Например, если бутер закрытый и сделан на базе длинной булки, ну или багета, это будет бакадилья. От слова бока, рот. Если бутер открытый и простой, ну кусок хлеба поджарили, сделав тост, и положили, например, ломтик хамона там, или ломтик сыра, или просто помидоркой свежей намазали, натерли, это будет тостада. От слова тост. Ну а если на кусок хлеба наложили всякого разного и побольше, это будет монтадитос. Монтадитос, от слова монтар, монтировать. То есть они монтируют такие многослойные бутеры. Все, и в таком виде отправлю в духовку. Если есть верхний бель, включайте. Если нет, и без него все получится. Сколько по времени, не знаю, смотрите по своей духовке. Ну, готовность легко определить. Сыр расплавился, помидорки подпеклись, значит все готово. Открой баночку анчоусов. Черноморцы знают их под именем хамсы. Хамса – это вид анчоусов, проживающих в Черном море. Кто бы мог подумать, правда, бутерброды уже подпеклись. Горячо. Какая красота. Ну и осталось смонтировать на каждый бутер по одному филе анчоуса. Кстати, на мой вкус, имену танчоус не обязателен. Можно ему какую-нибудь пряного посолу сюда шлепнуть. И кильчку балтийскую. И как вишенка на торте, листик базилика. Хотя нет, как вишенка на торте будет маслинка. Завтрак готов. Согласитесь, ну, совсем не намного больше времени, чем обычные горячие бутеры, правда? Да, даже и с простым, я имею в виду, не горячим бутером вполне сопоставимо. Зато удовольствия, насколько больше. Так. Фантастика. Ну, просто представьте себе. Кусочек хлеба хрустит, потому что, ну, тост получился. Пропитанный маслом с базиликом. С очень небольшим количеством чеснока. Если вам сегодня целоваться, то чеснока можно чуть-чуть поменьше положить. Но его здесь совсем мало. Сыр. В данном случае моцарелла тянется мягкий. Помидоры черри и сами по себе сладкие, а тут они еще и подпеклись. Лишняя влага ушла, вкус еще больше сконцентрировался. И все это дело оттеняется соленостью анчоуса. Просто супер. Великолепный, считаю, завтрак. Ммм. Намного. Просто намного лучше обычных горячих бутерводов. Просто прелесть. Традиционная благодарность постоянному спонсору Самура за предоставленные ножи. Вам спасибо за компанию. Доброго утра. Хотя вы, скорее всего, вечером смотрите этот ролик. Но, тем не менее. Спасибо вам за компанию. Спасибо за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...